Приветствую вас, аноним. Жалко, конечно, что аноним. Хотелось бы к вам по имени обращаться, но ладно. Зависимость в данном случае как, в принципе, и вообще происходит из потребности человека. То есть, в данном случае вас опереться. Опереться на... В данном случае мы говорим о девушке, значит опереться на девушку. Вам хочется на нее опереться. Вы нуждаетесь в том, чтобы на нее опереться. Вопрос, как мне кажется, заключается в том, в чем именно вы нуждаетесь в опоре. То есть, ну, как именно вы нуждаетесь в опоре. То есть, чего вам такого не хватает? В чем вы в таком нуждаетесь? Что вам нужна, вот, собственно говоря, девушка. Да? Вот. Это, как мне кажется, довольно важный момент. Ведь зависит от того, что вы делаете. То, что вы делали, например. Вы, как мне кажется, пытались избежать вот этой самой зависимости. Вы пытались избежать от нее. Но на деле, на деле это не получается, как правило, убегать. Потому что бежите вы, ну, в основном от себя. Только я от своих же собственных чувств, от своих же собственных потребностей. Вот. Поэтому я бы сказал, что вы бегаете по кругу, да? То есть, на самом деле, на самом деле, как мне кажется, в первую очередь, внимание нужно обратить именно на, вот, именно на, ну, на ваши потребности. То есть, на то, что вам нужно, то, эм, чего вы хотите, вот, на то, в чем вы нуждаетесь. Вот, на этом нужно обратить внимание. Как мне, как кажется. Эм, вот, вы говорите, что думаете о ней, о девушке много о ней думаете. А вот, эм, что именно, что именно вы думаете о ней, о девушке, она вам нужна, вы хотите отношения с ней, вот. Но, почему, к чему, к чему вот эта потребность, отношения? Мне кажется, это достаточно важный момент, потому что здесь ваша потребность краски в том, чтобы опереться. А вот, ну, я не знаю, насколько я, насколько я ясно выражаюсь сейчас. Да, насколько я, ну, говорю, понятно. Вот, я надеюсь, что это, ну, я надеюсь, что это, что это понятно, что, о чем я говорю. Так, ага, вот, такой аспект, такой момент. И понятно, что сейчас, на данный момент, вы не знаете, что, о чем нуждается, вы не знаете, чего вы хотите. Вероятно, потому что, ну, вероятно, вы этого привыкли избегать, может быть, вы привыкли этого избегать всегда, ну, с самого детства. Да, может быть, ситуация как-то вот произошла, какая-то, да, ну, не важно. В любом случае, тут есть ваша потребность, ваша нецелостность. И у вас есть уверенность надежда, что вам девушка это даст. Ну, она может, конечно, она может, конечно, вам это даст, безусловно. То есть, никто не говорит, что она не способна, она может дать, безусловно. Но вопрос немножко заключается в том, что делать, если она не хочет. Вот это, вот это вот, так сказать, ну, другая страна, да, когда есть условная вероятность успеха, а есть вероятность не успеха. Ну, вот вы, как мне кажется, принимаете в данном случае только успех и не принимаете не успех. Всем это сказано. Почему так? Тоже очень важный момент. Чех с зависимостью. В данном случае, наверное, речь идет о любовной зависимости. Ну, не работать индивидуально, не в общих форматах, общих вопросов и ответов. Потому что у вас есть элемент идеализации девушки. У вас есть элемент, конечно же, как бы, ощущения, что больше вы ни с кем отношений не будете. Ну, как бы, то, что вам, вот, как вы говорите, не интересно, да, вот, что, ну, вот, чем бы вы ни начинали заниматься, да, вы, условно говоря, это, ну, бросали. Вот, это свидетельствует о том, что, к сожалению, вам самому-то по себе не особо чего интересно, да, то есть, как бы, таких вот ярких целей, задач у вас, может быть, уже и нет. То есть, вы не знаете, кто вы, ну, вероятно, есть у вас некоторые сомнения в том, кто вы, какой вы. Что вы из себя представляете, например, без этой девушки, вот, что вы из себя представляете, как личность, что вы из себя представляете, как человек, да, как, ну, как мужчина, например. То есть, это все, вот, вот, такие, такие, достаточно важные нюансы, на которые вам нужно обратить свое внимание. Внимать. Ну, вот, потому что, так или иначе, та проблема, которую вы сейчас пытаетесь прощать, да, она связана с более, такой, глобальной, высокоуровневой, если угодно, системой, если угодно, системой. Вот, и системой это, в первую очередь, про вас самого, про организацию вашего психического пространства, про вашу духовную, духовный ответ, очень условно, условно, это слово я использую, вот, про психологическую жизнь, про энергетическое ваше состояние, которое, как мне кажется, находится в определенном истощении, да, давайте, как бы, ну, будем честны, честны, честны здесь, вот, и соответственно, думаю, что вряд ли вы будете спорить с тем, что вынуждаетесь, что вам не хватает чего-то, вот. Вполне вероятно, что, ну, вполне вероятно, что вам не хватает чего-то всю свою сознательную жизнь. Ну, появилась девушка, и у вас появилась возможность получить, наконец, то, что вам, ну, то, чего вы хотите, да, у вас появилась такая возможность, и вы в нее вцепились. Это возможность, вот. Другой вопрос, а можете ли вы еще как-то это сделать, да, то есть можете ли вы, ну, еще как-то это реализовать? Вот. Мне кажется, это достаточно важный момент, на который вам нужно обратить внимание. Также хочу, чтобы вы посмотрели вот на что. Очень поверхностно вы выражаетесь в контексте того, что вас беспокоит. То есть, условно говоря, вы говорите, ну, я вот хочу отношения, да, ну, я вот, значит, там, все время они иду, ну, например, ну, я вот, значит, без нее не могу. Допустим. Вот. Ага. Ну, а чем речь-то? Я вот, говорите, вы, а, не могу, там, условно, ее забыть, допустим, да, не могу ее забыть. Но, что именно, забыть вы не можете. Что именно было у вас, у вас, как вы говорите, хорошего и плохого, из ваших слов не совсем понятно. То есть, мы можем только догадываться сейчас о том, какое значение для вас имеет девушка, вот, что она для вас значит. Мы можем только догадываться, что у вас было с ней. То есть, я на виду контексте хорошего и плохого. Да, мы можем только догадываться об этом. А вы сами ничего не говорите. Либо вы, ну, не считаете нужным это говорить. Либо вы считаете эту информацию бесполезной, либо вы просто об этом не задумываетесь. Если второе, то подумайте, подумайте об этом. Вот, когда вы пишете, может, у меня зависит от, что это значит, когда вы говорите, что мне плохо, что конкретно происходит. Да? Ну, с вами. Когда вы говорите, что мне плохо. Что такое, что это за плохо. С чего она стоит? Так, боль внутри. Боль нужно прожить. Здесь очень важно прожить боль. То есть, я хочу у вас спросить, да? Вот, вы говорите о боли, да? Если у вас, если у вас кому о ней рассказать. Если у вас кому поплакаться. Если у вас кому пожелаться. Так вот. Знаете. Ну, на взрыв со слезами, да? Да, с определенными эмоциями. Вот. Как мне кажется, это тоже очень важно. Потому что, если вы свою боль не выражаете. И вообще не говорите о ней. Да? Ну, неудивительно, что у вас такая история произошла. Неудивительно. Потому что... Вы не очень хорошо разбираетесь в своих ощущениях. Вот. Не очень хорошо. В своих чувствах. В своих чувствах. Вот. И нет ничего необычного. В том, что вы в поле зависит. Вот. То есть, как я бы сказал здесь. Я бы сказал, что желательно поработать... Эм... С эмоциональным интеллектом вам. Вот. Я бы... Как бы сказал. Да? Вот. Я бы что-то сказал. Эм... Именно. Именно эмоциональный интеллект. То есть... Эм... Говорить о боли. Своей... Замечать свою боль. Эм... И... Проживать ее. Эм... Это важно. Вот. То есть... Ну, девушка... Например. Эм... Девушка не хочет с вами отношений. Вот. Ну... Как мне... Как мне... Кажется. Как мне кажется. Ага. Эм... Она... И... Ну... Имеет... А... Не хотеть. Эм... С вами отношений. Я думаю, что... В целом вы это сами понимаете. Вы об этом говорите. Но... Но... Когда она вам отказывает. Когда она... Отказывает. Когда она... Отказывает. Когда она говорит. Нет. Вам очень больно. И... Вот этот момент... Что вам очень... Очень больно. ...а... Ну... Вы об этом говорите. Я знаю... А... Нужно понять... Что... Что здесь... Происходит. Да. Что свампроисходит. В этот момент... В этот момент... В этот момент... Ви... Боле надо... не появляется ниоткуда, вот, будет означать, что где-то вы себя не слышите, в чём-то вы себя не слышите. Вот, ну, важно на этом, как мне кажется о себе, тоже дать ответ, потому что тяжело, и очень энергозаправно будет вам находиться в отношениях, значит, в таком контексте. Проблема решения боли, ведь человек может отказать, человек имеет право отказать, вот, такая вот история. Вот здесь, когда вы говорите, что вам больно, нужно на это обратить очень серьёзное внимание. Дальше, как надо идти дальше, и, ну, обратить, ну, мы понимаем, хватит бегать сюда отсюда, но кто-то внутри мешает, что мешает? Вот, ну, помогите, прошу. Вам, безусловно, можно и нужно помочь, но для этого нужно хотя бы, чтобы вы подумали над теми вещами, вещами, которые я, как бы, ответил, да, и чтобы вы обустили на эти вопросы, которые я задал. Тогда будет как минимум легче вам, там, можно будет увидеть некоторый, ну, вектор, что ли, этой самой помощи. Вот, пока ваше описание выглядит максимально общим, практически в нём нет ничего индивидуального, ничего личного. Я понимаю, может быть, вы не хотите выносить, ну, личное в интернет, это ваше право, безусловно, но, как бы, для этого есть индивидуальная работа, для этого есть индивидуальная, ну, индивидуальная консультация, как раз, вот, и, соответственно, вы можете воспользоваться ей, как мне кажется. Естественно, если такое желание у вас будет. Как-то, как-то так, наверное, я думал, можно ответить вам на вопрос, на вас. Вот, значит, ну, с точки зрения, эм, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, да? Я понимаю, что, ну, что, может быть, этого недостаточно. Вот, то, что я сказал вам. Вот, может быть, вы ожидали, там, или рассчитывали на что-то больше, но, вот, пока, пока что, так, пока что, вот, такой ответ я могу вам предоставить. Ну, это все. Я надеюсь, что он помог вам. Я хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам смелости, потому что вам придется набрать смелости, да, чтобы начать, как бы, как бы, психотерапию, начать меняться, вот, потому что вам необходимо это сделать, что-то не безбовидно, иначе ситуация может стать более серьезной, более печальной, печальной. Вот. Удачи вам. Всего доброго. Надеюсь на ваш отклик.